В Сергиевском спортивно-техническом клубе ДОСААВ завершилась реализация социального проекта «Дорога для молодых», в рамках которого юные жители района из малообеспеченных семей бесплатно осваивали востребованную сегодня профессию водителя транспортных средств категории «Б». Я живу далеко не в Сергиевском районе. Мне сюда на учебу и ездить надо будет в дальнейшем. Так что машина мне очень сильно даже нужна. И права тоже. Хочется отметить, что эта профессия связана вообще с машинами, с вождением. Она очень востребована и в принципе очень сильно помогает людям. И мне очень понравилось здесь учиться. И слезы на глазах от того, что все, последний день, что больше я не приду сюда. В среду ребята получили документы об успешном окончании обучения. И сейчас проходят последние испытания, к которому готовились несколько месяцев. Экзамены в ЕБДД. Они получают не просто водительское удостоверение. Они еще понимают, что в крайнем случае у них будет какая-то профессия. Да, пускай водитель легкового автомобиля. И когда прижмет, прижмет, вот жизнь так сложится, то человечек может сесть на машинку и начать себе на хлебушку зарабатывать. Один из самых подготовленных курсантов. Скромный, молчаливый. Интервью давать не согласился. Но сейчас он покажет, как он водит машину. После получения водительского удостоверения ребята смогут управлять легковыми и грузовыми машинами до трех с половиной тонн и включающими до восьми пассажирских мест, помимо водителя. А это значит, что автомобиль для них станет не только средством передвижения, но и возможностью заработка. Изначально мы указывали в проекте, что это будут дети обязательно из малообеспеченных семей, чей доход ниже полутора прожиточных минимумов. Но мы работали совместно с Комитетом по делам семьи. И это, разумеется, у нас, скажем так, эксперты в семейных ситуациях всех наших семей нашего района. И они отобрали действительно ребят, которые на самом деле, как, наверное, никто другой у нас в районе нуждались в этой поддержке. За период реализации проекта бесплатное обучение водительской специальности прошли 36 молодых людей. Это стало возможным благодаря субсидии Министерства экономического развития и инвестиции Самарской области, полученных Сергиевским спортивно-техническим клубом в конкурсе проектов социально ориентированных некоммерческих организаций. Хотелось бы поблагодарить от лица всех родителей, сказать огромное спасибо Министерству экономического развития и инвестиций Самарской области, которые при поддержке нашего губернатора Дмитрия Игоревича Азарова возродили вот эти конкурсы социальных проектов. Как мама, я считаю, это огромный опыт, который пригодится, конечно же, в будущем. И вообще в наше время управлять транспортным средством – это просто стало необходимостью. Стоит отметить, что благодаря данному конкурсу, проводимому в Самарской области с 2013 года, Сергиевский ДОСААФ неоднократно получал возможность помочь социально незащищенным категориям граждан в решении проблем социальной адаптации и реабилитации. Такую же цель преследует и следующий проект, над которым сейчас работают специалисты клуба. В нашем районе есть семьи, которые воспитывают деток-инвалидов и порой ни одного являются многодетными семьями. И таких еще семей осталось много. Нуждаемость есть среди тех социально незащищенных слоев населения. Даже у нас многодетным семьям по программам выделяются автомобили, но порой ни папа, ни мама физически не имеют средств, чтобы выучить себя кого-то одного хотя бы платно, чтобы был семейный водитель. Поэтому вот такая вот идея для следующего конкурса проектов назревает. Ну а нам хотелось бы искренне пожелать нынешним выпускникам Сергиевского ДОСААФ светлых и ровных дорог. И пусть проект, благодаря которому они обучились нужной и полезной профессии, станет для них стартом в успешное будущее. Юлия Трухтанова, Денис Ветрюк, телекомпания «Радуга-3». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова